друзья всем привет здравствуйте под последнее видео в комментариях писали что возможно у вас яйцо некачественное или цыплята плохие вот поэтому мы решили вот в это видео ставим вам материал который нам присылают люди которые покупают у нас свою очередь цыплят из той же партии что и мы выращиваем подтверждение того что цыплятами все нормально это несколько человек с кем мы поддерживаем связь обратную кто с нами делился информацией по тому поводу что как там они выросли какой падеж что и вообще как время происходит да и можем вам сказать что у всех все нормально вот я говорил уже в каком-то ролике про взвешивание что один наш клиент забивает птицу уже начал забивать птицу с 30 там с плюсом на 35 пускай дней да и вес тушки был 2 килограмма мы ставим фотографию спасибо равилю который нам присылает материал до чтобы мы понимали что и как там они растут как себя чувствуют и там будут фотографии взвешивание цыплят в 40 дней так веса там такие какие мы получи получили вот на нашей парке и не писали получили но они все там да конечно не все вот так что это будет доказательством того что цыплята с цыплятами короче все нормально кусочек из его видео мы уже вставляли взвешивание 10 дней вы увидите там такие же клетки на всякий случай что это мы там не подстраивая не будет ничего все знают как я вот в 10 дней мы включили уже кусочек видео который нам равен присылал а остальное посчитали почему то что вы в общем ну как бы имеете ввиду что цыплята уже нормальная но нам подсказали что все видео прям досконально люди зачастую не смотрят и такое сомнение поэтому получается пожалуйста мы исправим свою ошибку покажем вам цыпляточек но включились вы по другому поводу мы значит смотрите хотели вам рассказать поделиться такой информации с нами до нового года даже по моему до связывался один производитель комбикорма нового комбикорма неизвестного не нам не как я понял вообще не присутствующего на рынке но я не слышал никаких отзывов об этом комбикорме с предложением предоставить нам на обзор комбикорм чтобы вы на своем хозяйстве значит вырастили партию птицы на нем и рассказали показали как 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 он там себя ведет значит какие веса набирает птицы на нем но мы отказались а какой-то комбикорм мы скажем вам после рекламной паузы а вы ее посмотрите напишите нам комментарий и спасибо за то что вы смотрите рекламу на нашем канале какая-то хитрая называется этот комбикорм биоэнергия но мы побоялись честно говоря показывать никому неизвестный комбикорм у себя на канале посчитав что вы расцените это как руководство к действию до нужно брать его использовать и так далее мы запрашивали у них информацию по составам он значит паспорта качества нам присылали да они есть там вроде бы ничего мы криминального не нашли но опять таки знаете как уже никому не веришь и фиг его знает чего и как а покажешь на канале да потом те скажут там окажется чуть всплывет там непонятная да и вот и крайним окажется короче мы побоялись возможно напрасно возможно решили вам показать знакомый нам комбикорм который точно должен был показать очень хороший результат да в общем мы не стали брать его на обзор общем возможно что мы допустили ошибку это на самом деле какой-то достаточно качественный действительно работающий комбикорм и и все там нормально вот поэтому мы что хотим сказать мы хотим сказать следующее на в комментариях пишут попробуйте там южную корону попробуйте мега микс новый корп так вот давайте так производители комбикормов которые планируют или уже зашли на московский подмосковный рынок пожалуйста мы готовы к общению открыты почта в описании кто желает дайте нам лишь одну возможность мы не просим корм на обзор бесплатно ни в коем случае мы готовы купить и купим его за свои деньги только обеспечьте нас возможностью где-то приобрести его там доставка транспортной да и мы платим за корм а вы либо говорите куда нам приехать где-то здесь неподалеку скажем или присылаете транспортной компании нам его и мы уже пробуем кормить этим кормом нашу птицу и показываем нашему зрителю результаты этого вскармливания максимально честно максимально честно без всяких там я тебя да вот предпочтительнее нам конечно вот иметь корм от производителя который не использует лекарственных препаратов не пока 5 не пока 6 до соответственно вот не говорился что нам нужно сначала увидеть паспорта качество вашу словно безусловно да чтобы мы понимали вообще подходит нам этот корм для нашего хозяйства либо нет отвлекся при при приоритет производителям которые не используют если такие вообще есть производители откликнетесь если вы есть те кто не используют лекарственные препараты своих кормах не те кто говорит что не использует а те кто действительно не использует даже биоэнергия говоришь что они не используют я думаю мы готовы к общению с ними продолжить может быть если там не страшно давайте так мы свои опасения сказали нашим подписчикам рассказали подписчики пишите в комментариях как вы считаете стоит пробовать неизвестный корм вообще он на рынке не присутствовал ну по крайней мере мы о нем не знали и негде посмотреть хотя бы какие-то отзывы или нет ну и опять таки к производителям которые готовы нам предоставить вот мы вам говорим что наше хозяйство в вашем распоряжении распоряжение вашего корма если вы в нем уверены давайте покажем уверенность эту вашу в вашем корме и в его качестве с нашим хотя бы подписчикам и птицеводам которые сейчас в сезон готов которых вопрос возник да что же чем же кормить как быть мы вместе с вами хотим найти ответ на этот вопрос чем кормить но имейте ввиду уважаемые производители что мы люди такие что нам под хвост падет непонятно мы можем сдать ваши карманы анализ так или иначе и случае если вы вдруг вы захотите нас обмануть и нашего зрителя это может не выйти вам хорошей рекламы мы так расскажем у себя на канале все будет абсолютно прозрачно и честно и опять кратенько значит про самодельный комбикорм в свете вот последних событий до свете изучения вот этих патогенов которые могут содержаться в комбикорме в даже даже промышленного производства мы говорим о кластриде и перфингу самое коли бактерии всяких там как судиозах и так далее в общем а простейших бактериальной осемененности корма всплывает новое значит для нас пикантность для нас до производстве своего корма что может дать производство своего корма понимание только того что вы туда вложили и еще наличие его ты бы сделаешь заранее и у тебя есть этот корм да но ребят как мы с вами определим качество исходного сырья я не знаю как на югах на югах проще с этим но у нас наоборот обсемененность очень велика ну возможно но вот у нас купить качественный корм в розни качественно исходное сырье для корма в розницу очень сложно и у нас нет лаборатории чтобы проверить исходное сырье правильно то есть мы с вами можем до произвести свой корм но я уже не говорю про качество мясо козки да уже много раз затрагивали тему но и качество основных компонентов того же зерна мы с вами тоже не знаем и вы можем произвести корм с такой патогенной микрофлоры что сами ахнем с которой мы не сможем справиться мы не сможем априори с не справиться путем нагрева да как это делает надеемся надеемся что делают большие заводы экструзии зерна называется не антибиотиками если мы не хотим туда вкладывать вернее это один единственный способ почему мы можем как мы можем избавиться от лето микрофлоры в своем самодельном комбикорме это как раз антибиотиками потому как рел вот который мы не был у нас комментарий расскажи по поводу антибиотиков почему туда складывают антибиотики не для того чтобы убить эти бактерии в зерне нет а для того чтобы птица употребив зараженное зерно не заболела то есть она уже потребляет заражение зерна нивелирует заражение сырья вот это зараженное зерно нивелируется в организме птицы именно антибиотиками или как ци диастатиками которая с этой заразой уже внутри птицы борется понимаете тем самым птица не заболевает хотя зерно изначально была зараженная без антибиотика как ци диастатик а вы не сможете это зерно никак в домашних условиях дезинфицировать и еще такой вопрос вот мы сейчас там смотрим тоже что это за экструзия такая корма да действительно ли она обеззараживает и избавляет нас птицеводов от проблемы вот этой осемененности исходного сырья если тоже кто-то в этой теме вращается или изучал напишите пожалуйста нам было бы очень интересно ознакомиться на среде перфинген умирает ну гибнет при 130 градусах 3 часов обработки термической доколе пришли за при 60 градусах но там жалко часто поменьше то есть поле явно помрет короче большинство до 100 градусов вообще-то акцидиоз тоже он погибает в общем так или иначе то есть грубо говоря нагрев сырье изначально до 130 градусов продержав его 30 по 33 часа мы с вами теряем необходимость антибиотиковых зодиостатиков но это может только крупные заводы себе позволить правильно то есть это должно быть оборудование и ресурсы такие а вот и этот корм явно не может быть дешевым согласись вот дешевым может быть корма если вы в них заложено обеззараживающее так скажем средство которое помогает птицы организму птицы со слабым иммунитетом бороться против этой заразы которая зерне все другого третьего как я я не вижу пока но мы может быть не знаем ну подскажите на если вы видите какой-то еще вариант по поводу еще собственно комбикорма во первых нужно четко знать ну пропорции так как кормов их рецептуру это самый прекрасно понимаете это одно из самых легких выработать эту схему все зависите все сочетать потом вам нужно место для того чтобы размещать все эти компоненты вам нужно место где нужно купить эти все компоненты и это не может быть привокзальная лавка потому что туда именно и приносят корма в маленьком количестве зерно в мелком количестве которое остается от пассивных туда приносит мясокоску всякие недоброкачественные товарищи которые из отходов ветеринарки не разобравшись без справок рубают эту мясокоску и пытаются ее продать за деньги что вы с этим можете принести свое хозяйство это вообще вопрос вам нужно всегда иметь в доступе где есть известковые вот эти все составляющие да мелы там всякие вот эти вот вещи плюс ко всему вы не можете покупать это в килограммах и блин смешивать вот так чуть-чуть тазу каждый день вы должны иметь объемное место где вы будете производить это все где будет это все хранить и должно быть сухое место не без мышей без влаги сами это прекрасно понимаете отравить собственную собственную птицу за кисшим кормом очень просто легко у нас комментарии часто пишут люди о том как они траванули своим кормом понимаете это беда бедовая может быть и что вы с этим принесете неизвестно а если вы принесете на этом же зерне который вот сдал тут дачник который недосеял не дачи как фермер до у него лежала вот обработанная от мышей пестицидами гербицидами от всех насекомых от всего такого он сеял сел сел в радости то зерно которое должно вот это было посеяно не посеялась да он паря пару тонн буквально сдает той же самой привокзальной лавки где вы идете как частное лицо потому что вы не покупаете 15 тысяч тонн этого зерна покупаете ну тонну купил вот вы и эту тонну и можете купить в лаборатории у вас нет чтобы вы проверили как это делается но мы надеемся что делается на крупных заводах но скорее всего они что же не самоубийцы правильно запороть чужую птицу и чтобы потом какой-нибудь блогер дебил типа нас рассказал всем об этом при их объемах объемах они даже не будут вошкаться с этими двумя тоннами мясокоски или двумя тоннами зерна и нафиг оно не надо у них большие глобальные закупки и за ними поставщики поверьте будут бегать и говорить мы тебе дешевле продадим купи у нас они возьмут пять зерен и скажут нет дорогой у тебя там серьезная обсемененность и такое снова же если завода имеет возможность термически обработать зерно в идее им пофигу есть там обсемененность зерней или нет они сделали свою по своей схеме это все дело но это только ресурсы больших заводов и когда у вас говорят что у нас вот и пышник какой-то производит дядя вася в соседнем дворе офигенный корм потрясающий у меня есть очень большое сомнение что в этом офигенном корме нет антибиотика как-то диастатика которая поможет бороться с обсеменением зерна вот я сказала это так что когда вы пишете что делаете корм сами вы сразу пишите что туда-то вкладываете чтобы не поиметь таких проблем будь это премикс с лекарственным препаратами либо просто антибиотик поверку высыпите или пропаиваете птицу свою в избежание чего-то это разные варианты когда вот так вот прибежали написали да свой корм это там все глубже копните просто или сразу напишите что вот при каких условиях у вас это происходит потому как мы уже вот выше вам сказали наши опасения на этот счет но еще раз говорю наша площадка открыта открыта почта в описании если производители как какого-то производителя заинтересует наше предложение чтобы мы приобрели у него корм и показали на своем канале пишите милости просим да очень бы не хотелось еще раз а если а если нам предложат просто бесплатный корм мы откажемся конечно откажемся может дураки да нет не откажемся конечно но это будет значит ну значит мы должны озвучить озвучим скажем что этот так завод уверен в себе что он готов даже безусловно рискнуть своим именем с нами это как раз та самая картинка вот забыл я сказать важный момент вот богданович вот как мы жаждем его испытать вы просто не представляете нету если вот я не знаю кто дилер какой-нибудь или сам завод пришлите нам корма вот очень за мной нужен мы хотим мы за него заплатим за пересылку не знаю сможем ли мы ее осилить если у вас у вас есть представитель в ярославле но я посмотрел что в ярославле там что-то пару мешков у них для коров договоритесь со своим представителем в ярославле пускай ему перешлите корм свой я съезжу в ярославль его заберу за деньги куплю но дайте нам попробовать богданович тоже наконец это единственный корм заявлены на рынке который нам известен который не имеет лекарственных препаратов даже в пока пятом как он утверждает не говоря уже пока шестом и есть шанс что завод может быть действительно с помощью экструзии обрабатывает зерно и не требуется ничего там и другая питательность зерна получается другой коэффициент усвояемости этого корма дайте нам попробовать этот корм волшебный а может быть и на биоэнергию надо согласиться ты знаешь вот давайте пози мне очень интересно подписчиков спросим подписчики пишите в комментариях на ну да может биоэнергия нам сейчас скажет пошли в жопу я вам предлагал вы не согласились а сейчас мне уже на морковом скажет да ну вас до свидания но на всякий случай подписчики напишите пожалуйста нам за телеканала что если вдруг и биоэнергия опять выйдет с нами на связи предложат корма будем пробовать его или нет как думаете стоит рискнуть здоровьем свои птицы но все пока всем спасибо за внимание счастлива тоже совсем давай с языком иди ты вон давай я сказал тебя давлю будет спать